Елена Рейн. Снегурка плюс Кощей. Глава первая. Москва. Василиса сидела на табуретке и смотрела, как Кощеев собирается на любовную встречу с очередной девушкой. Нарядился, надушился так, что его замечательная вонь, которая ей обычно нравилась, сейчас раздражала. А она, наивная дуреха, ему пирог испекла, его любимый с картофелем и красной рыбой. Нужно было в него слабительного добавить, чтобы точно дома остался бабник, подумала девушка, с яростью перелистывая листы книги по анализу финансово-хозяйственной деятельности четыре часа назад по заимствованной библиотеке университета. Скоро сессия, и, очевидно, только она одна учится. Все остальные гуляют и заранее празднуют приближающиеся новогодние праздники. Девушка посмотрела на свои тонкие пальцы, спортивные брюки, футболку на три размера больше положенного и вздохнула. Ну, конечно, она не в его вкусе. Как он там сказал про нее, ботанка, но вкусно готовит пироги. Услышав столь лесную характеристику, девушка его неделю не кормила, с улыбкой заявляя, что она учится, ведь умные девочки так и делают. Держалась, пока не услышала, что любимый Олеженька, самец всенародный, опять собрался на встречу с очередной красоткой. Мгновенно побежала к плите, забыв про свои обещания, с удовольствием посматривая, как он уплетает. Но, видно, опять заелся, и нужно на диету определять. Возможно, странным покажется, почему она здесь, но нет, не для них. Все просто. Она приехала из другого города в надежде не быть под контролем родителей и четырех братьев. Да, не один или два, что уже обычно достаточно, а четыре. Притом все старшие, а также спортсмены, убивающие любого, кто неправильно посмотрел в ее сторону. Решение Василисы в семье приняли неоднозначно, в итоге все же согласились. Но вместо свободы, по просьбе ее отца, Горынова Сергея Петровича, к родителям Кащеева, она получила контроль молодого человека, к которому питала теплые чувства, и совместное проживание с ним. Родители договорились сами, поставив перед фактом девушку и парня. Мужчины служили вместе и по сей день очень хорошо дружили, поддерживая связь, несколько раз в год приезжая с семьями друг к другу. И, естественно, на замечание ее отца, полковника в отставке, что Василисушка, их умная девочка, хочет столицу за знаниями. Но вот беда, контролировать некому. Добрый родитель парня предложил детям жить вместе. Они знают друг друга вроде как брат с сестрой. И да, Олежка не даст в обиду, всех отвадит и сам будет под контролем нежной красавицы. Поладят, куда денутся. Ведь Олег все равно в трехкомнатной квартире скучает, а парень учится на четвертом курсе юридического факультета, да и на подработке у отца. Ему не до гуляний, он ответственный. Шалопай он, подумала девушка, откидывая книжку на стол, злясь на себя и на него. Что говорить, первая встреча без родственников прошла на ура. Они с огромным восторгом убивали друг друга взглядами у двери его квартиры в разгар шумной вечеринки. Василиса со своим любимым котом попала на веселую тусовку, которую он проводил дома с одногруппниками, забыв, что приезжает Горынова, не встретив ее. А может, вот такой протест отцу, кто знает. Сильно Олег не радовался перспективе жить с умницей Василисой, которая каждый раз воротила от него свой миленький носик, когда они встречались на семейных встречах. Парня такое отношение к нему раздражало, так как обычно все были в восторге от его необычайной красоты и незаурядного ума. Поэтому Олег смело решил, что все умницы немного отсталые в физиологическом развитии. Василиса же была в полной уверенности, что парень много на себя берет, зазнайка и эгоист, пока не осознала, что он ей нравится. В общем, открыв дверь, Кащеев скривился, увидев ее в грязных джинсах и водолазке, ненакрашенную, вспотевшую, мокрую и потрепанную, так как на улице шел ливень. Он скрипел зубами, когда провожал ее до комнаты под хохот веселой компании, убивая всех разъяренным взглядом, особенно когда принцессы начали хихикать, что у Кащеева в квартире завелась мышь. Больше таких высказываний Горынова не слышала, лишь от него, когда убеждал своих дружков в том, какая она никудышная. Первое время Олег с ней не разговаривал, не питался тем, что она готовила, игнорируя. А ведь девушка пыталась быть вежливой и доброй. Примерно через месяц пришел из университета со своим другом, надеясь перекусить бутербродами из своих запасов. А тут она только борщ сварила, блины с творогом испекла. Естественно, все в ограниченном количестве, рассчитывая только на себя, так как надоело переводить продукты и выкидывать свою готовку в мусорное ведро. В итоге целых десять минут Олег пытался вытащить Игорька из-за стола, накинувшегося на тарелку с борщом, уплетающего за обе щеки, убеждая друга позже прийти. А потом сам попробовал. После первого блюда Кащеев вырывал последние куски у товарища, напоминая, что тот в гостях, и объедать хозяина неприлично. С того времени красавчик с огромной скоростью бежал домой уже без друзей, не пропуская завтраки, обеды и ужины, вежливо общаясь с соседкой, а потом уже как с другом, рассказывая о своих подружках. Не передать, как она бесилась, слыша его рассказы. Но что поделать? Она друг уже как полтора года. Если первое время она пыталась быть красивее, что-то сделать, чтобы привлечь его внимание, то потом откинула эти глупые надежды. А как по-другому? Когда случайно услышала разговор с другом, хотя как не услышать, когда он информировал об этом на всю квартиру, где Игорь, любитель блинов, дал мысль задуматься, что Василиса симпатичная и классная, и он бы с ней очень даже пообщался. На свою мысль парень услышал, что Василиска, кроме своих книжек, ничего не видит. И да, Олег на каждом шагу упоминает, что отец у нее полковник, а также есть четыре старших брата, дружно занимающихся боксом и рукопашным боем. Ну а как по-другому при таком папе? Даже она может дать сдачу, если потребуется, ведь столько лет наблюдала за братишками, прикладывая лед к разбитым участкам тела. В общем, порадовала Олежка друга, что с девушкой можно сходить в кино только в том случае, если он отчаявшийся идиот, решивший сразу пойти под венец. Да и признался по секрету, что у Горынова может быть только товарищем. Она больше и не стоит рассчитывать. Что-то там о фригидности ее упомянул, отчего неделю ел лапшу быстрого приготовления, недовольно скрипя зубами, посматривая на большую белую бумагу на холодильнике, держащуюся на магните, где была надпись «Мы на диете. До понедельника. Если будут вопросы и возмущения, увеличу срок еще на пять дней». Но это потом, когда успокоилась. Девушка выводила буквы на чистом листе, хлюпая носом от обиды, считая, что ее любимый парень – эгоист и идиот. Она пообещала себе, что обязательно встретит нормального, кто оценит ее, а этому будет другом, хоть так общаться, раз уж она ни на что другое не катит. И что вечно вспоминают ее папу? Кстати, замечательный человек, настоящий мужчина и просто полковник. Благодаря суровому характеру Сергея Петровича, его нежному отношению к дочери, все кавалеры демонстрировали физические навыки. Отжимались, подтягивались и кроссы сдавали вокруг их замечательного дома, чтобы он позволил им пойти гулять с Василисушкой. Она в это время стояла с отцом на крыльце, слушая рассуждения о том, кто слабоват, у кого силенок не хватит случайному похитителю ее сумочки даже в глаз дать и тем более догнать. Экзамен сдавали лишь некоторые. И да, в связи с тем, что расфуфыренным красавцам не хотелось после таких забегов пахнуть, как жеребцам после скачки, да и не до танцев уже, а лишь бы упасть на мягкое ложе, у нее не осталось никаких ухажеров. Поэтому она не сильно увлекалась внешностью, зная, что ей ничего не светит. Братья тоже вносили свою лепту, но это отдельная тема. Но с папой все же они не могли сравниться. «Васька, я нормально выгляжу?» – весело поинтересовался парень, заваливаясь в кухню, демонстрируя крепкие ноги, мускулистое тело, ну и, конечно, купальные трусы черного цвета, которые так и притягивали внимание к приличному бугру. Девушка даже забыла о том, что он опять ее Васькой назвал, и нужно возмутиться. Только смотрела, усиленно вспоминая его вопрос, одновременно задумываясь, не жмет ли ему где. Когда все же оторвала взгляд, скрипнула зубами, чувствуя себя идиоткой, как будто дома вот такого счастья не видела. Но братья – это братья. Даже можно было полотенцем ударить, чтобы не портили аппетит, а этот вот не портил. Натянув на лицо милую улыбку, любезно поинтересовалась. «Не замерзнешь? Вроде как минус 30 на улице». Олег шикарно улыбнулся, отчего девушка задушила в себе желание кинуть в него полотенцем, желательно мокрым и именно по мордочке, а потом объяснил. «Так я в бассейн иду, там сегодня вечеринка, элитка будет моя новая пассия, шикарная и невероятно милая». «Ну, конечно, у тебя все милые, когда они разговаривают и улыбаются. Только я исключение. Хотя очень-очень улыбаюсь, даже переживаю, что лопнут губы от усердия», – подумала она, не понимая, чего он перед ней в последнее время стал красоваться. Зеркало разбил. Нужно проверить, вдруг так и есть. Откинув ненужные мысли, а также, сдерживая порыв послать парня к черту, Василиса выдавила. «Ничего так, пойдет». Парень улыбнулся, как мартовский кот, и пошел из кухни, довольно мурлыча себе под нос. Горынова закрыла книгу, понимая, что ей сейчас не до чтения, и встала. Быстренько дошла до окна и глянула вниз, отмечая у подъезда новую машину Олега, крутую иномарку черного цвета. А рядом с ней дрожащую от холода девушку в шубке, в капроне и в сапожках на высоком каблуке. Очевидно, дура без мозгов, но ведь главное оказывается, что молчаливая и шикарная. Девушка вновь посмотрела на крутой джип парня, считая, что родители Олега уж слишком шиковали. Но кто она такая, чтобы рассуждать на эту тему? Это в ее семье главная чины, должности, военная подготовка. А в семье отца парня всегда активно обсуждаются судебные процессы и много чего, что ей неинтересно. Горынова злилась, слыша, как торопится Кощеев навстречу, не передать словами, как ее штормила внутри. Девушку так и распирала от ревности, хотя она постоянно себе твердила, что этот бабник не заслуживает никаких эмоций и чувствовать нее, но вот ничего не могла с собой поделать. Так что пусть шурует к своей шикарной сосульке и отогревает. Он это умеет. — Вась, может, и ты пойдешь? — послышалось предложение. И девушка застыла на месте, ожидая оправданий парня. Он всегда это делал за нее. — Или купальника нет? Я бы с удовольствием взял тебя с собой. Хотя нет, ты же с книгами не хочешь расставаться. Горынова недовольно надула губы и вздохнула, каждый раз, подавляя желание, крикнуть. — Нет, я пойду! Но у нее действительно не было купальника, да и смотреть, как он ухаживает за своей сосулькой, не хотелось. Развернувшись к столу и тяжело вздохнув, она крикнула. — Конечно, не захочу! Буду новую книгу читать, которую ты купил! — Я же дура до такой степени! — пробурчала Василиса про себя, откровенно злясь, что Олег лишь для красного словца сказал, а на самом деле и не планировал ее взять. Да она была уверена, что этот бабник сейчас поедет отогревать сегодняшнюю красавицу, покувыркается с ней и только потом отправится в бассейн. И не исключено, что без нее. Стоит сказать, еще парень имел дурную привычку за день до мероприятия дарить ей книгу, которую, как правило, она уже давно прочитала. Не выдержав, девушка как-то заикнулась об этом, и в результате он теперь философские книги носит, при этом с улыбкой заявляя «Самое лучшее только тебе!». Принимая очередной подарок, Василиса понимала, когда-нибудь она сорвется, но надеялась, что терпение у нее безграничное. Характер девушки был не самый спокойный, но она старалась сдерживать себя, научилась. Но все до поры до времени. А потом ее срывало, и тогда даже братья опасались подходить. «Вот и я так подумал, ведь книга лучший друг!» – громко выкрикнул он со своей комнаты. «Конечно! А у тебя тогда кто, герой-любовник?» – подумала девушка и посмотрела на календарь, а именно на число, выделенное красным фломастером. Через неделю к ней должна была приехать Ирка, веселая двоюродная сестра, которая может весь мир перевернуть вверх ногами. Ее даже братья опасались, считая, что Кикиморову лучше обходить стороной. Неугасаемый источник энергии, вечная активистка и ярая защитница всех обиженных. При этом всегда в своей манере, необузданной и спонтанной. Василиса часто удивлялась их странной дружбе и радовалась, что это искренне. Довольно улыбнувшись, решив, что скоро будет очень весело, пошла в ванную. Но замерла на полпути, слыша приятный голос Кащеева, слышимый из его спальни. «Кого? Мою Ваську? Да ты брось, друг, поживи хоть немного». Ага, да ей не нужно. Если бы было нужно, то за собой смотрела, прихорашивалась, а так вечно как пацанка. Если бы не длинные волосы, то так подумал, что парнишка. «Не гони, фигура у нее обычная. Я с ней полтора года живу, знаю». «Гад! Что ты вообще знаешь?» — думала про себя, мечтая пульнуть чем-нибудь тяжелым в этого умника. Посмотрев по сторонам и увидев только напольную вазу из Китая, вероятно, очень дорогую, подавила ненужные эмоции и, прислонившись к стене, с унылым выражением лица внимательно слушала продолжения.